Как определить, высокий интеллект у человека или низкий? Очень просто определить. Осознанность своей ошибки раз, занятость два, определяет высоту интеллекта. Если человек ошибся, ему не надо ругать, он сильно хлопучился, говорит, ничего себе, да почему я ошибся? Не может быть, я должен исправиться, то есть он сам себя винить, значит он осознанный. Признак высокого интеллекта. Также признаком высокого интеллекта является то, что человек вот так вот себя не ведет на работу. Постоянно занят. Он занят в образовании себя, он сам хочет лучше работать. Признак высокого интеллекта. Он сам занят самообразованием, ему не надо. Слушай, ты должен учиться. Да не хочу я учиться. Ты должен учиться. Ну ладно, что делать? Это не признак высокого интеллекта. Если человек высокого интеллекта, он сам хочет учиться. И заставляет руководителя учить, чтобы он учился, повышал свое образование. Означает, что человек высокого интеллекта, еще выше интеллекту те, кто занимается духовной практикой. Если человек занимается духовной практикой и при этом серьезно трудится, это очень редкий случай. Потому что те люди, которые склонны заниматься духовной практикой, они склонны работать. Те, кто склонны работать, они склонны заниматься духовной практикой. Но если человек склонен заниматься духовной практикой и работать, это вообще редчайший случай. И этот человек очень сильно поможет вам. Если вы его будете развивать. Продолжение следует... Продолжение следует...